Очень часто так бывает, человек говорит, Андрей Андреевич, ну вот почему я там хороший, у меня все хорошо, почему мне не получается зарабатывать деньги. Я в очередной раз вам хочу эту концепцию сказать. Смотрите, концепция денег заключается в том, что к кому течет любовь, к тому текут и деньги. Я говорю это еще раз, вы просто не хотите это в очередной раз услышать. А к кому течет любовь, я не знаю, к тому, что кто-то делает для кого-то, кто там играется с детьми, дети его любят, к ним течет любовь. А когда не течет любовь, вот в чем секрет, та любовь не течет не потому, что вы что-то делаете или нет, а потому что у вас характер плохой. Просто плохой характер, имеете ко всем претензии, постоянно всем возмущаетесь, постоянно чем-то недовольны, собой, окружающим миром, как едят, как спят, как думают, как общаются. И вот я смотрю на людей, они все время бурчат, знаете, бурчание, это плохо, это не будет денег. Пока будет такой характер, денег не будет. Почему? Вас не любят, вас никто не любит, даже если говорят, я так себя люблю, нет, не любит никто. На самом деле, я очень часто вижу людей, которых никто любить не хочет, они вредные. Ну может дочка любит на расстоянии, знаете, очень часто вижу таких людей, которых невозможно любить. Потому что встречается человек, он такой, ну что, самое страшное начать жить с такой женщиной, самое страшное вообще. Она сама зарабатывать не будет. Муж, это самая большая проблема, у нее претензия ко всему миру, претензия ко всем людям, претензия ко всей жизни. Она в интернет заходит, столько зла делает. А этот, а этот, а вы еще не знаете Зеленский, а вы еще не знаете Пукин, а вы еще не знаете там это, а вот эти, а это, а потом детям. Вы что, что ты городишь вообще, там, как ты нарядился, во что ты, на себя посмотри. Она даже на себя потом смотрит. Я не такая, я не такая, куча комплексов, куча претензий, весь мир плохой. Добра никогда никому не делали. Лицо уксуса ходячего или перца, не знаю. Профессора Помидора. Доктора Помидора из Чиполлино. Томатосу. Томатоса. Итальяно веро. И, конечно, когда таких людей видишь, ну, ты понимаешь, ну, какие могут быть деньги. Или начинают там на улице такие хорошие, прямо приложить не к чему. Домой приходят злейшие враги. И там им уж не такое, то не такое, то не такое фыркают, обижаются, как бешеные собаки. После этого денег. Каких денег? За что вам денег? Деньги туда, куда течет любовь. А к такому лицу не хочет любовь течь. Ничья. Глядя на такое лицо, хочется наоборот деньги забрать. Ну, ладно, простите. Это у меня просто... Я не хочу никого обидеть. В большинстве своем все люди хорошие. Я это говорил и еще раз хочу сказать. Почему? Вообще определить, хороший человек или плохой, невозможно. Поэтому я никогда не говорю, хороший человек или нет. Почему? Потому что хороший или плохой человек обозначается поступками, которые человек совершает в своей жизни. А мы не можем узнать, какие поступки совершает человек, хорошие или плохие. А что такое хорошие и плохие поступки? Плохие поступки, по моему мнению, это когда человек агрессивно хамит. Когда человек сталкивает людей между собой. То есть эти плохие, эти плохие, эти, а ты не знаешь, а вот он это... То есть делают что-то, сеят семя раздора. То есть вот это, вот это, и ты не знаешь, я тебе расскажу. И потом люди из-за них сталкиваются лбами, начинают ругаться, они сеют вот это зло. Если от ваших слов, написанных где-либо или сказанных кому-нибудь, в дальнейшем люди переругались, передрались, перененавидели, перевозникали, то вы будете очень за это в ответственности. То есть это, скорее всего, у вас будут в дальнейшем проблемы. Они будут у вас с вашими детьми, они будут у вас с деньгами, они будут у вас... Ну, минимально это там в одиночестве проживете всю жизнь. Максимально не в одиночестве, но с тиранами там или еще с кем-либо. Как-то так это все устроено, вот оно так и проявляется. Именно поэтому я часто говорю, хорошие качества, они их нужно дома проявлять. Там за ручку взять, посмотреть в глаза любимому чавкающему беззубому мурлу, как я называю, жертва. Или себе придумать и перестать говорить, да, он действительно чавкающее, безумное мурло, вонючее. Был до этого момента, а с этого момента я это выбрасываю. Он мой самый золотой, самый красивый. После этого, как видите, ах, какой ты у меня золотой, какой ты у меня красивый. Ах, какой... Так, там еще мурлу осталось. Я снова достаю. И снова мой золотой, мой красивый, мой зайчик, мой самый любимый со мной всю жизнь. Кто же меня по ночам согревал, кто храпел, врагов отгонял. А, какие же у нас были 7-8 минут счастья когда-то там, даже при интимной. Когда-то ж были. Так это прекрасно, понимаете. Поэтому для человека очень важно быть хорошим. Для человека очень важно, хотите денег, проявляйте свою хорошесть близким. Терпите. Вот я говорю, хоть это и не интересно, я в очередной раз повторю. Но на какой опыт мне ориентироваться, если не на свой. Ну и могу сказать, что лучше всего мне жилось или живется, что я о себе в прошлом говорю, лучше всего мне живется с моей женой Софией. Почему? Никогда ни разу плохого слова о себе не услышал. Никогда, никакой претензии. Наоборот, только поддержка там. И ты у меня самый красивый, ты самый хороший, ты у меня мой зайчик, и ты мой котик. И там я где-то вредничаю, она ничего страшного, и там никаких обид. И никогда на меня не обижалась. Никогда человек не обижался. Почему мне не вырасти, скажите? Конечно, у нас все расцвело, у нас не обижается никто. Я не обижаюсь, потому что не на что. А она не обижается, потому что не на что. Это большое счастье. Женщины, будьте теплыми по отношению к тем людям, с которыми вы живете. Мужчины, если вы слышите меня, то будьте теплыми обязательно. Кстати, о том, что я не обижаюсь.